Платаны, лиственницы, павлонии, около 35 молодых саженцев высадили в одном из дворов в самом сердце Махачкалы. В городе прошла всероссийская экологическая акция «Зеленый двор». И хотя наша столица пока отстает от звания «Самый зеленый», все же начало положено. Кто и как обустраивает дворы горожан, расскажем в нашем сюжете. Обычный махачкалинский двор в центре города. Детская площадка, лавочки, качели. Для полного комфорта не хватает разве что зелени, чтобы детям было где спрятаться в жару. Именно это сюда пришли исправлять волонтеры компании «Гринвэй» и сотрудники издательского дома «АИФ». В рамках этой акции мы выбираем дворы, озеленяем, проводим большой масштабный субботник, всю территорию очищаем и дарим таким образом двор горожанам. Во дворе Нагомидова, 55, волонтеры посадили платаны, лиственницы и павлонии. Всего больше 35 растений, которые теперь будут украшать территорию. А местным жителям остается только ухаживать за деревьями, вовремя их поливать, чтобы двор стал уютнее. Вот дарят людям деревья, дальше их задача за ними ухаживать, чтобы они выросли, чтобы через много лет их внуки, дети смогли отдыхать под тенем. Акция «Зелёный двор» проходит в 10 городах России. Она получила начало в Краснодаре, озеленяли дворы в Иркутске, Саратове, Новосибирске, Екатеринбурге, после чего эстафету подхватила Махачкала. Махачкала нуждается в поддержке в плане озеленения в территории города. Очень малое количество озеленых на территории города осталось, так как город разрастается, плотные достройки увеличиваются. Было бы замечательно, если бы это стало примером. И на самом деле наши жители, жители этих домов, где проходят данные работы в плане озеленения, принимали активное участие в этом, выходили на самом деле и помогали. Многие пришли сюда целыми семьями – бабушки с внуками, мамы с малышами и детьми постарше. И это тоже часть акции – показать детям, как нужно создавать прекрасное, заботиться о природе и ценить труд других. Мы запустили масштабный марафон «Зелёный двор», где участвуют все – и дети, и взрослые. И это невероятно круто, потому что мы становимся частичкой такого благого дела. Дети должны видеть, что делают взрослые, они принимают наш опыт. И, соответственно, когда дети видят и понимают, они начинают осознавать и начинают нас повторять, потому что дети – мы являемся примером для наших детей. К эко-акции могут присоединиться абсолютно все, к примеру, так, как это сделал Общественный совет МВД Республики. Организация внесла свой вклад в благоустройство двора и подарила местным жителям деревья Павлонии.